Друзья, привет! На канале Навальнистов выходит передача с самоироничным названием «Честное слово», куда они приглашают самых честных людей, среди которых главред телеканала «Дождь» Тихон Дятко. А у нас в эфире Тихон Дятко, главный редактор телеканала «Дождь». Тихон, здравствуйте. Да, приветствую, приветствую всех. Сегодня мы посмотрим за частью этой великолепной беседы, а там есть на что посмотреть. Но вначале небольшая реклама. Горжусь, что в нашей стране есть люди, способные создавать электронику на уровне топовых западных брендов и с адекватным ценником. Компания Кейс Гуру и их наушники CGPods уже 4 года в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по динамике роста пользовательского интереса. Функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CGPods самый большой в мире динамик – 10 мм. Антропометрически выверенная форма. Наушники не жмут, не давят и не выпадают, в отличие от яблок. CGPods Allure – новинка в пяти цветах. Микрофон с шумоподавлением отсекает внешний шум. CGPods X с самым прочным кейсом в мире. Держит нагрузку в 220 кг. Плюс наушники обладают влагозащитой. CGPods Air Pro – микрофон такой же, как у яблочек, с кристально-объемным звуком. А вот стоят CGPods в четыре раза дешевле тех же яблок. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Там тебя ждет промокод LIS2310 на скидку в 200 рублей. Речь идет об ударе по госпиталю в Газе, из-за которого еще собралось на следующий же день экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Кстати, трансляция есть у меня на канале, мы смотрели это заседание. Про эту самую больницу в Газе, по которой был то ли нанесен, то ли не нанесен удар. Сначала говорили про сотни погибших, потом все-таки не сотни. Чему, на ваш взгляд, нас научила эта история? Потому что это же было довольно заметно, что это продолжало где-то примерно сутки или примерно ночь и день. Ну да, история мутная. Там же сразу после этого удара стали набрасывать миллиард версий. Мол, это или ракета Хамаса отклонилась от курса и упала на этот госпиталь. Или это Израиль сбил ракету Хамаса и она туда упала. А может быть, это Израиль бил по огневой точке и попал в этот госпиталь. А может быть, это вообще был даже не госпиталь, а парковка. И с одной стороны показывают разрушенную парковку, а с другой стороны разрушенный госпиталь. А там еще до этого были сообщения о том, что этот удар был анонсирован, а потом потерли эти сообщения. А у Хамаса и нет ракет настолько мощных. А может быть и есть, потому что и сам Хамас там что-то анонсировал, да, какой-то мощный удар. Да и вообще это разлилось ракетное топливо и поэтому такой большой взрыв получился. В общем, версий сейчас очень много. И тут стоит понимать, что сейчас на полную катушку работает как и израильская пропаганда, так и антиизраильская пропаганда. И к любой подобной информации стоит относиться, ну, как минимум осторожно, да. Но вот что мы знаем точно, так это то, что Израиль сносит с лица земли целые районы сектора Газа. Ну, это факт, да. Но чему же так называемые либерахи научились после этой ситуации? Вот они сидят там рассуждают. Так а чему же мы научились после этого, после этого удара? Чему, на ваш взгляд, нас научила эта история? И тут в качестве эксперимента я поставлю таймер, чтобы посмотреть, сколько секунд продержится главный редактор телеканала «Дождь», не соврав. Во-первых, правда, удивительно, я сам на это обратил вчера внимание, удивительно, как эта история сошла на нет. Дамы и господа, целых шесть секунд Тихон Дядко продержался, чтобы не обмануть свою аудиторию. Что значит «История сошла на нет»? Протесты как продолжались, так и продолжаются. Версии накидываются еще больше, даже сейчас, да. Что уж говорить про следующий день. Версии просто появляются одна за одной. Какая там история сошла на нет? Потому что еще во вторник вечером казалось, что неизбежен новый какой-то страшный виток эскалации на Ближнем Востоке. Хизбалла обещала День Гнева в среду. В некоторых странах во вторник вечером поджигали посольство Израиля и врывались в них. И в консульство многотысячные демонстрации в Турции, в Иордании, где там еще в Тунисе и в других странах. А в среду ничего. Может быть, он имеет в виду что-то конкретное под своим «ничего», да? Может быть, они рассчитывали, что протестующие возьмут оружие, начнут там стрелять в посольство. Или власть свергать. Ну, что значит ничего? Протесты продолжаются постоянно. Вот они прямо сейчас даже продолжаются протесты. В Америке недавно прошел митинг на несколько сотен тысяч человек. Про палестинский митинг, да? По всей Европе эти митинги проходят, по всему Западу. Я уже молчу про Ближний Восток. Там они вообще регулярно выходят на пропалестинские митинги. Но, видимо, редакции телеканала «Дождь» поступила методичка, да? Или типа просьба. Рассказывайте, что ничего не происходит. Вот он и сидит. Представляете, ребята? Во вторник протесты были. В среду ничего. Ничего не происходит. Мы с вами находимся на улице, на которой только что ничего не произошло. Или, может быть, он имеет в виду, что не было каких-то отдельных протестов из-за удара по госпиталю. Хотя они были, да? Но в его, может, понимании, что должен был начаться какой-то отдельный протест, да? Один. А отдельный протест просто в поддержку Палестины. И вот, типа, вот таких вот отдельных протестов Тихон нигде не рассмотрел. И поэтому ничего не было. Ничего. Абсолютно ничего. Скажите, что произошло? Ничего. Ничего. Ровным счетом ничего не происходило. И это заседание Совета Безопасности ООН, которое мы даже транслировали в прямом эфире, ожидая, что там будет какая-то невероятная дискуссия, оказалось удивительно скучным. Представляете, и в ООН тоже ничего не происходило. Только Тихон врет. Они не показывали заседание Совета Безопасности ООН. То, про которое он говорит. И вначале можно подумать, что это просто из-за того, что на дожде работают такие профессионалы. То есть там проходило сразу два заседания. Первое заседание, на котором обсуждалась бразильская резолюция по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, 9442 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. И сразу же после него началось второе заседание, на котором обсуждали непосредственно ситуацию на Ближнем Востоке. 9443 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Так вот, тут можно было бы подумать, что из-за того, что на дожде работают обобы, они просто перепутали заседание. Хотели показать одно, но показали другое. И такое вполне возможно. Но он же об этом рассказывает уже спустя несколько дней после того, как прошли эти заседания. То есть на тот момент уже было понятно, что они перепутали, если бы они перепутали. У них даже эфир подписан. Удар по больнице в Газе. Россия и Арабские Эмираты созывают Совет Безопасности ООН. Но если мы откроем это видео, то там будет совершенно другое заседание. И тут одно из двух. Или они настолько тупорылые, что спустя несколько дней не поняли, что показали не то заседание. Или он просто врет. И удивительным образом другие прозападные медиа, тот же самый Голос Америки или Радиопомойка, они тоже не показали второе заседание. Они показали первое заседание, анонсировав, что это будет заседание после удара по госпиталю. Но показали другое заседание, а настоящее не показали. Что Дождь, что Голос Америки, что Радио Стыдоба это. Вот и думайте. Если говорить о том, чему это нас научило, я боюсь, что нас, если мы говорим про журналистов и про телеканал Дождь, у нас тоже вышло где-то описание выпуска на Ютубе и в заголовке была цифра про 500 погибших. Конечно, нас это, с одной стороны, научило тому, чтобы всегда сделать два крепких вдоха, прежде чем что-то публиковать и что-то ставить. Ой, как-то неудобно получилось, потому что сам телеканал Дождь делал сюжеты об этом ударе по госпиталю в секторе газа. Но спустя один день, на следующий день, когда они вдруг поняли, что ничего не происходит и ничего не произошло, начали подтирать свои названия с числом погибших, с ударом по госпиталю, начали там зачищать. И вдруг осознали, что надо сначала сделать два глубоких вдоха перед тем, как делать какие-то репортажи. Блин, этому СМИ сколько уже, 10 или 15 лет. И вдруг их осенило, что надо заниматься журналистикой, а не просто перепечатывать, что попало. Нужно стараться. Но что важно, важно, мне кажется, то, что в итоге эта казавшаяся очень успешной информационная кампания запущена. Она в итоге оказалась неуспешной, и мы не увидели пока, во всяком случае, ни этого обещанного дня гнева, ни какой-то страшной эскалации насилия в регионе. В общем, друзья, ничего нигде не происходит. На Ближнем Востоке ничего не происходит, да никакой эскалации, целые районы не стираются с лица земли. На Западе, да и в целом по миру никаких протестов тоже нет. В ООН тоже ничего не происходит. Спасибо телеканалу Дождь, а именно главному редактору телеканала Дождь, за позитивные новости, получается. Что думаете, друзья, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал обязательно. Ну и если хотите поддержать меня финансово, то можете подписаться на Бусти. И, кстати, я напомню, что на Бусти сразу после выхода видео на Ютуб выходит следующее видео, в котором я читаю комментарии под этим свежевышедшим на Ютубе видео. Так что, друзья, пишите комментарии и жду вас на Бусти. До скорого! А я напоминаю, это был наш специальный репортаж с улицы, где уже два часа ничего не происходит. Субтитры сделал DimaTorzok